Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Общались с подругой два года, всё было неплохо, отношения стали портиться, она меня стала раздражать своими непонятными действиями, и её моя грубость, ей моя грубость, конечно, стала не нравиться, в итоге без какого-либо сильного конфликта, можно сказать, никто и не ругался откровенно, но не общаемся, вообще три недели вообще никак. Задна была мне денег, деньги вернулись в подписку, спасибо, но на мой день рождения в том году она дарила мне дорогой кальян, его почему-то возвращать не торопятся, я не пойму логику её в таком случае. Вроде бы понимаю, что раз мы общаемся уже почти месяц, то и вряд ли что-то дальше уже будет, но я не понимаю, почему человек не хочет мне вернуть мою вещь, или хотя бы предложить её забрать, правда она его как подарила, он так и у неё всё время стоял, курили только с ней вместе, но мне кажется, это не совсем честно и правильно, не предложить хотя бы забрать, всё-таки подарок мой. Подскажите, я не права, или для чего человек ведёт такую странную игру в виде манипуляции. Всем спасибо за ответ. Ну, мне кажется, вопрос по поводу того, кто прав, кто виноват в этой ситуации, как и в любой другой подобной, не является сколько-нибудь конструктивным, потому что у всех своя, правда, у вашей подруги одна у вас своя, вот кто-то, в принципе, вполне спокойно может позволить себе возвращать подарки, если у людей не складывается взаимодействие, да? Такое бывает, когда люди возвращают подарки, то есть, ну, забирают свои подарки, и вполне вероятно, что ваша подруга, покупая подарок, думала не только о вас, но и о себе, и, соответственно, покупала она вроде как для себя, но и для вас. Такое тоже частенько бывает. Вопрос не в этом. Вопрос немножко в другом. Вопрос в том, что больше, что три недели это не такой большой срок. Да, это серьёзный срок, но небольшой. И, в принципе, ваши отношения, как мне кажется, вполне ещё можно восстановить. Конечно, если вы этого хотите, если вы хотите отношения восстановить, можно. Но для этого необходимо быть честным. Самое лучшее средство на действиях, которые вам кажутся манипуляциями, это быть честным и искренним, быть собой. А вы говорите, что её непонятные действия стали меня раздражать. И в ответ ей не понравилась ваша группа. То есть, понимаете, вместо того, чтобы откровенно и прямо поговорить, вы уходите в группу. Ну, в этом что я делаю. Проблематика коммуникации коммуникации в данном случае. Вот. с этим, в первую очередь, нужно разбираться. Вот. С этим, в первую очередь, нужно работать. Понимаешься, да? С тем, чтобы понять, что именно вас раздражает. Вот. И как вы на это реагируете. Вот. Понимаете, да? А дальше уже исходя из этого выстраивать свою модель поведения. Люди ведь не статичны. Они меня... меня... Они... Меняются. Люди. Вот. И... Ваша подруга вполне могла измениться и измениться не самым лучшим образом. Вот. Вот. Но... Важно реагировать. А вы... Как-то вот... И... Единственный способ реакции это грубость. Вот. И... Конечно, это ни к чему хорошему не приводит. Никак... Никогда. Вот. Поэтому тут нужно повторюсь разбираться. Дальше. Да, и перестать искать правых и виноватых. Потому что все равно не найдете. Вот. Пожалуй... Такой ответ. Можно было бы вам дать. Вот. На этом все. надеюсь, что помог вам. Чем и чем и как вас мучает этот вопрос. Что сдерживает вас, чтобы прямо не выразить свои чувства и не попросить, например, свой подарок обратно. Это то, с чего нужно начинать работу с вами. буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это как раз таки поможет начать ту самую работу. желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.